Председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов встретился с представителями региона, победившими в престижных для системы образования конкурсах профессионального мастерства. Учитель истории и общества знания Магаданской гимназии номер 13 Константин Зеленский 25 января представит регион на всероссийском конкурсе «Учитель года России». В декабре 2020 Константин прошел первый этап и стал победителем конкурса в рамках Магаданской области. С 25 января по 2 февраля преподаватель будет отстаивать право звания лучшего учителя среди 85 конкурсантов в Волгограде. В финальный этап федерального конкурса входит открытый урок, на котором Константин Зеленский покажет, как важно и возможно учить детей принимать самостоятельные решения. Мы покажем, как работает идея критического мышления и при использовании алгоритма принятия решений. Потому что вот сегодня уже говорится о том, что мы должны учить детей принимать решения. Многие предлагают это делать как отдельным предметом, но я считаю, что мы можем этот алгоритм включать в различные предметы, в том числе и в урок истории. Также на конкурс «Учитель года России» выдвинули проректора из Магадана в качестве жюри. Ей стала Виктория Каранова. Я надеюсь, что это участие с другой стороны, непривычной для меня в роли сопровождающей, а теперь в роли жюри, поможет потом этот опыт использовать в подготовке наших конкурсантов. Посмотреть находки других педагогов из других наших районов, округов и так далее. Увидеть, что сегодня важно для системы образования. Итоговый этап конкурса «Учитель года России» состоится 2 февраля в Волгограде. В режиме пресс-конференции финалисты ответят на вопросы представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. Также для участников состязаний подготовили культурную программу – экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны.